МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, Ютуб! С вами Сергей, вы на канале Олдскул Геймер. И сегодня мы распакуем три дисочка на PlayStation 4. То, что вот за полтора месяца с начала этого года успело выйти. Ну, как-то не было времени по отдельности всё это показывать, а вот уже накопилось. Думаю, сниму один такой общий небольшой обзорный ролик. Три, собственно, игры. Gravity Rush, обновлённая версия. Resident Evil Origins Collection. И Final Fantasy X и X-X2 HD Remastered. Давайте по порядку и про каждую чуть-чуть расскажу. Во-первых, у нас Final Fantasy X и продолжение X части. Final Fantasy одна из немногих игр, которая может себе позволять выпускать по нескольку частей в пределах одной части. Ну, в 13-й части так вообще их три было. Но X-я часть более старая. Выходила, не помню даже, на PlayStation 2, по-моему, изначально. Потом её как HD Remastered перевыпустили на PlayStation 3 и на PlayStation Vita. Я на PlayStation 3 её купил. И вот сейчас за второй раз в итоге купил ещё на PlayStation 4. То есть это HD Remastered. HD Remastered получается. Так вот даже бывает. Ремастер в квадрате. Ну, хорошая часть я, судя по отзывам, честно скажу, не играл. Очень мало частей Final Fantasy я вообще прошёл. Да нет, прошёл-то я вообще вру. Я только одну прошёл, самую первую на PSP. Во многие играл. Семёрку очень долго играл. Но что-то забросил, не прошёл. Хотя мне очень понравилось. Её вообще боготворят. Восьмая, говорят, хорошая. И десятка людям очень тоже нравится. И вот проходил летом прошлого года демоверсию пятнадцатой части. Эпизод Дускай. Было полное прохождение на канале. И под впечатлением всё-таки решил, надо какую-нибудь часть пройти целиком. И лучший вариант, наверное, всё-таки на PlayStation 4. Попробовать пройти вот этот Final Fantasy X. Вы пишите мне сразу в комментах. Играли ли вы. Стоит вообще одно того. Либо просто её в коллекцию на полочку положу. Ну, хотелось бы, на самом деле, попробовать. Мне кажется, она очень длинная. Главная проблема будет в продолжительности игры. Ну, русской версии тут, судя по всему, нет. Только описание сзади на русском. Итак, в издание входит Final Fantasy X. Final Fantasy X-X2. То есть продолжение Final Fantasy X. И также сюда входит Final Fantasy X-X2 Last Mission. Это дополнительный кусок контента, который, насколько я понимаю, эксклюзивно входит только в версию для PlayStation 4. И даже в ремастерах на PS3 и на PS3-то его не было. И также ещё аудио-новелла в титрах некая, которой тоже, видимо, раньше не было. Ну, то есть полный набор. А, наверное, для фанатов очень круто, кто играл ещё во времена второй PlayStation, всё это взять и перепройти с новым контентом Last Mission и аудио-новеллой. Ну, для меня это всё будет с нуля, как просто полноценный такой стопроцентный экспириенс. Давайте почитаем, что пишут. А, вопрос про продолжительность отпадает. Более 200 часов игрового процесса. Издание содержит международные версии Final Fantasy X и X-X2. Избранные музыкальные композиции Final Fantasy X в оригинальном исполнении и в новой аранжировке. А, то есть тут ещё музыку переаранжировали. Что-то тоже новое. Ну, и функция есть общих сохранений с версиями для PS3 и PS Vita. Ну, я там не играл, так что мне это не пригодится. Один игрок, сетевые компоненты, занимает 33 гигабайта на жёстком диске, поддерживает DualShock 4 с функцией вибрации, вывод изображения Full HD и дистанционное воспроизведение с PlayStation Vita. Открываем. И внутри у нас, во-первых, тут вот идёт кота, карточка регистрации. Это просто регистрация игр Square Enix всех. Ну, каждая игра, её можно зарегистрировать. Например, не так давно Life is Strange мы распаковывали коллекционку Limited Edition, тоже на PlayStation 4, там была точно такая же карточка. Я её зарегистрировал, и по сути это ничего не даёт, кроме того, что заходишь на сайт Square Enix, и там все твои игры отмечены как зарегистрированные. Ну, какие-то, может, там сайтовые бонусы, ничего интересного. Внутри всё, только диск с игрой. Давайте глянем. Ну, по-моему, весьма хороший диск, новенький, чистенький. Собственно, вот Final Fantasy. Купил его, по сути, только потому, что цена была 1000 рублей. Я думаю, за такие деньги сейчас игры на PlayStation вообще халява, не 4000. Почему бы не взять, пока есть скидочки после новогодней, по ходу, все не самые популярные игры, что малые игроки покупают, и так по дешёвке отдавали, поэтому взял. Про Final Fantasy больше мне сказать нечего. К сожалению, вот, не знаю, в детстве бы сказал к счастью, сейчас кажется уже, к сожалению, что не фанат был серии в своё время, когда она зарождалась, во времена Super Nintendo, первый PlayStation. Не пёрла меня в то время японщина. У меня и сейчас японщина не прёт, честно говоря, всякие аниме, манго я не перевариваю, но вот к серии как-то Final Fantasy всё-таки воспылал какой-то определённой такой любовью, так что хочется попробовать. Ладно, переходим дальше, и следующие у нас на очереди. Давайте тоже по-японскому, хотя у нас все три игры сегодня японские. Gravity Rush, обновлённая версия. Легендарная игра для PlayStation Vita, теперь и на PlayStation 4. Да, эта игра изначально была эксклюзивом для PlayStation Vita, и её давали даже на Vita в плюсе. Я в неё играл, в принципе, мне понравилось, но что-то я её забросил, не прошёл. Для Vita как-то маленький был экран, не очень прикольно играть. Полностью, кстати, на русском языке. Обновлённая версия, HD Remastered Vita. Погрузитесь в приключения с управляемой гравитацией. Таинственная кошка поможет вам. Покорите невероятную силу гравитации и спасите мир от нападения загадочных сил. Управляйте гравитацией с помощью датчика перемещения DualShock 4. Изучайте огромный мир со множеством секретов. Дополнительные задания, костюмы и материалы из всех дополнений для PlayStation Vita. Ну, то есть версия, да, включает все эти бонусные аддоны сразу. Один игрок, сетевые компоненты, всего 10 гигабайт занимает, функция вибрации 1080p и также поддерживается дистанционное воспроизведение на PS Vita. Но смысл, если, по сути, на Vita эта игра и так работает. А что за игра вообще? Это просто, ну, бешеная, дикая игра. Есть открытый мир, такой японский, анимешный. И главная героиня, девочка, может управлять гравитацией. У нее есть различные гравитационные силы, что ли. И, то есть, она может как мешок с говном, извините, в разные стороны летать. То есть, там, сделать, что пол сверху оказывается. Все в мире меняется, все переносится. Ну, просто, на самом деле, как-то бешено все это выглядит. И не с первого раза даже понятно, что надо делать. Но если погрузиться, то начинаешь офигевать. А какой дикий гейм-дизайн был тут использован? Ну, в принципе, с точки зрения гейм-дизайна все тут понятно. Потому что игру-то разрабатывал Кеичиро Таяма. Это, если не знаете, наверное, не самый популярный японец из гейм-дизайнеров. Но знать его стоит. Потому что это человек, который придумал и создал первый Silent Hill. После этого он сделал всю серию Forbidden Siren и Siren Blood Curse. И вот, по сути, Gravity Rush, сейчас еще вторую часть он разрабатывает. Тут третья, можно сказать, игра его в серии. Ну, не серии, а третья игра, как гейм-дизайнера, а третья серия игр. Ну, а по сути, первая игра, в которой он участвовал, это в далекие годы, за 20 лет назад. Участвовал он в разработке Snatcher. Первой игры Хидео Кодзимы. Ну, не первой, одной из первых игр. Так что вот, знаменитые японцы начали работать вместе в какое-то время. И каждый пошел в свою сторону. Один сделал Metal Gear, другой Silent Hill. Потом Кодзима попытался тоже что-то сделать с Silent Hill. Не дали ему права на это. Ну, а наш создатель Silent Hill уже тем временем работал на Sony. Куда в итоге вернулся и Кодзима сейчас после изгнания из Канами. Вот так вот смешно у них и замкнулся японский круг. Давайте откроем. Просто, ну, знаете, честно, вот есть люди, персонали везде. Как в книгах, в музыке, в кино и в играх в том числе. Когда человек талантлив, каждый его проект талантлив. Ну, не знаю. Из музыки. Дэвид Боуин недавно помер. В разных жанрах себя пробовал. Всегда была великолепная музыка. Не знаю, взять какого-нибудь Гильермо Дель Торо. До того же, не знаю, банального Стивена Спилберга. Любой фильм, какой ни снимет, все всегда качественно. И чувствуется дух. Так и в играх. Так и в играх. Silent Hill. Игра и тираж. Ничем не похожи игры. Один и тот же дизайнер. Огромный плюс. Лично для меня. Внутри у нас такая вот штучка реклама PlayStation Plus. С другой стороны настройки управления. И диск с игрой. Тоже ничего особенного. Примитивное. Такое банальное издание. Диск. Все с диском в порядке. Gravity Rush. Тоже хочу поиграть. Поиграем на канал. Я думаю, такие игры на канал прикольно играть. Которые бешеные. Чтоб можно было поорать и повизжать. Ну и последняя игра. Тоже японская. Я даже с самого начала, когда я начал, не подумал. То, что все три игры японские. А оказалось-то Resident Evil Origins Collection. И по сути это не одна игра. А сразу две игры. Resident Evil 1 HD Remaster. И Resident Evil 0 HD Remaster. Как вы видите. Впервые вообще такой идиотизм я вижу. Когда кота к дополнению. Просто наклейкой наклеен сверху диска. И прям даже в магазине его дают. И все вокруг видят, что код наклеен. Интересно, введен он уже или нет. Надеюсь, что нет. Обязательно введу. Давайте сразу срежем пленку. И как-нибудь ее аккуратно оторвем. Блин. Давай-давай так с кодом. Да, получилось оторвать аккуратно с кодом пленку. Теперь срываем остатки. Остатки сорвали. Остатки сладкие. 18+. Resident Evil Origin Collection. Офигенный арт. То есть у нас вот меншин и поезд. И зомби. Красиво выглядят. Сзади написано тоже на русском. Думаю, русского языка там нет. Возвращение в обитель зла. Впервые в одном издании две игры, с которых начался жанр зомби-триллеров. Полностью отреставрированные и снабженные дополнительными материалами. Узнайте, с чего началась история Resident Evil. Resident Evil Origins Collection. Один игрок, стивые компоненты. 27 диговцев у одного места. Долшок 4 с функцией вибрации. Вывод видео 1080p. Поддерживается также дистанционное воспроизведение на PlayStation Vita. Внутри у нас от Capcom вот такая бумажка гарантия техническая поддержка. Одностороннее. Управления нет. Заценим для верности также диск. Вроде с ним все в порядке. Что посмотрим на коде написано. Включает два альтернативных костюма. Для Rebeti костюм медсестры из игры Resident Evil Mercenary 3D. Для Билли костюм заключенного Коди из игры Street Fighter Alpha 3. То есть просто два костюма. Причем только для Resident Evil 0. Для Resident Evil 1 костюмов тут бонусных нету. Ну их и в игре полно. Говоря про саму игру. Resident Evil это моя четвертая любимая серия игр. Ну в смысле в моем личном топе серия Resident Evil находится на четвертом месте. Знаком с самой первой части. И по сути во все части играл. На первой PlayStation было из ганонических номерных три части. Вторая конечно самая лучшая. Но первая тоже была великолепная. Сейчас она правда выглядит очень старой и ужасной. Поэтому еще во времена GameCube. Вот эту первую часть ее перевыпустили на GameCube собственно. В версии. Ну ремастер. Тогда это еще было не HD. Но с улучшенным графоном. Даже не с улучшенным. А как ремейк. Переработаны те же локации. Но там добавили новые загадки. Новых врагов. Новые квесты. Но все происходило в том же особняке. В тех же локациях. Но серьезную игру допилили. Доработали. Сделали гораздо круче. Гораздо больше. Гораздо интересней. И потом. На ажиотаже от этого. Выпустили также Resident Evil 0. Которая не являлась в то время ремейком. Но вышла уже спустя многие-многие годы. После выхода оригинальных частей. Первой, второй, третьей. И за все за это был ответственен другой знаменитый японец. Вот сегодня у нас просто про знаменитых японцев. По сути серия. Синьзи Миками. Автор оригинальных частей Resident Evil. Который еще участвовал. Ну как продюсер в создании вот этих Resident Evil. Потом еще дорвался и Resident Evil 4. Превратил его уже в такой, можно сказать, шутер от третьего лица. Но все равно с элементами вот этого Resident Evil. Приключения. Молодец. А потом, когда он уже ушел из фирмы. Начало капком клепать говнецо. Resident Evil 5 еще был более-менее сносный. Но, тем не менее, уже превратился в тупой шутер. Вообще без загадок. Кооперативный. Хотя прошел я его вполне с удовольствием. А Resident Evil 6 просто полная параша дерьмо. Так же, как и Operations Raccoon City. То, что сейчас делают Umbrella Corpse шутер. В итоге все вот эти современные Resident'ы просто полная параша. Один хуже другого. На удивление, под серия Resident Evil Revelations. Первая, которая портативная. Ну, хотя ее везде в итоге перевыпустили. И вторая, которая эпизодическая. Они вот, к удивлению, получились хорошими у капкома. И сейчас капком еще анонсировал, что делает полноценный ремейк второй части. Ну, вторая часть очень, конечно, ожидаемая. Прям визжал, когда увидел эту новость, что они делают ремейк. Но, с другой стороны, как-то удручает. Может получиться такое же говно, как была шестая часть. Ну, чуть получше. Что хорошо в этих двух играх, к чему я это все говорю. То, что, так сказать, они за качество отвечают. Потому что это взяли вот эти две игры с GameCube. Которые, кстати, еще перевыпускались на Nintendo Wii. А как Resident Evil Archives. Ну, практически без улучшений. Просто с GameCube на Wii перевыпустили Хобби в свое время. А сейчас эти две игры взяли. И в HD переделали ремастер. На компе так вообще. В Steam я их тоже, кстати, купил. Потому что Resident Evil одна из тех серий. Которую я покупаю на все возможные платформы тупо для коллекции. И, возможно, на компе буду играть. А может и на PlayStation. Не знаю. Серия Resident всегда у меня олицетворяется с PlayStation. Поэтому на PlayStation абсолютно все части у меня есть. И многие части на Wii я также в коллекцию подсобрал. Ну, это современный графон. На компе вплоть до 4К. Улучшенная графика. Все красиво выглядит. Но в то же время вот этот геймплей старый остался. Не знаю. Современным прям самым молодым игрокам может и не понравиться. Потому что все-таки олдскульщины веет. Но с другой стороны вы посмотрите, как выглядели самые первые Resident на первой PlayStation. Насколько вот это выглядит лучше и качественнее. А, кстати, с инземиками вот я говорил. Автор, который еще эти части уже не сам делал. Но как минимум контролировал. Был замешан. Он в итоге ушел в Bethesda. И выпустил великолепный The Evil Within. Который я также купил одновременно и на компе. И на 4-ю PlayStation. Просто в память о великом японце. Ну, хорошие реальные игры. Вообще, люблю очень подобные жанры. Такой хоррор-приключения. С одной стороны страшные враги. С другой стороны надо разгадывать загадки. А с третьей стороны всегда, ну, если играешь на большой сложности, мало патрон. И нужно опасаться зомбачей. Убегать от них. Потому что патронов на всех не хватает. Очень люблю такие игры. Особенно Resident Evil серию. Как-никак она японская. И там есть немного вот этого японского безумия. И колорита. Отличная музыка. Отличный сюжет. Все очень круто сделано. Просто интересно находить. Читать всякие книжки, записки. По чуть-чуть что-то разгадывать. Там слышать какие-то небольшие там тайные диалоги. И все вот это находить. Обычно там несколько концов. Вот множество вариантов. Ну, очень круто сделано. Resident Evil HD Remaster. Он вышел-то еще, по сути, в цифровом виде год назад. В прошлом январе, что ли. А в этом году, год спустя, выпустили Resident Evil Zero. Zero, конечно, часть похуже с точки зрения геймплея. Сюжета менее интересная. Более такая банальная, шаблонная. С заимствованиями. Но в то же время, по сравнению с будущими частями Resident Evil. Очень даже ништяковая. И вот теперь на диске, наконец-то, появилось обе части. Как Origins Collection. Мне кажется, это в коллекцию каждому любителю PlayStation должно прийти. В те, кто со времен первой PlayStation играл и любил Resident Evil. Отличное олдскульное дополнение. Просто шик. Ну, и все, наверное, подходит к концу. Посмотрели мы сегодня три игры от разных японцев. Ну, Final Fantasy, не знаю, был в десятый какой-то знаменитый японец замешан. Оригинальный же автор серии ушел. Там еще после первых частей. И потом ее уже доили с Quarenix. Там непонятно, кто что делал. Ну, а тогда Синзи Миками. Создатель Silent Hill. Final Fantasy просто великая японская серия. Отличный японский набор. Все навевает олдскулом. По сути, все это три HD ремастера. Тоже вот, блин. Я сначала не подумал, что это три японских игры. А потом не подумал, что все три игры, по сути, это HD ремастеры. Вот такая нормальная сегодня сборная солянка у нас. На этом все. С вами был Сергей. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки. Не забывайте вступать в официальную группу канала на ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok